МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные факторы аварийности на дорогах. В рамках проекта продвижения безопасности полицейские республики провели профилактические акции. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия. В студии Дарья Тендит. В колхозе плем-репродукторе Кубань готовится к уборке урожая. В этом году аграриями сельхозпредприятия были посажены пшеница, кукуруза и подсолнух. О том, как идет подготовка к сбору сельскохозяйственных культур, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. На сегодняшний день в Кубани активно идет подготовка к уборке урожая. Этот сельхозартель является динамично развивающимся сельхозпредприятием. Вот уже много лет под чутким руководством Марины Барлаковой хозяйство продолжает функционировать, обеспечивая стабильность социальной сферы в республике. Идя по стопам своего отца, ученого-агронома Рамазана Айбазова, который вложил всю свою душу в становление сельхозартеля Кубань, Марина Барлакова старается делать все для его процветания. Я, как его дочь, могу сказать, что до его уровня абсолютно не стремлюсь, скажем так, но сохранить те принципы, которые для него были важны и которыми он в своей жизни не поступался, я стараюсь идти именно этим направлением. А зимая пшеница имеет особую значимость в обеспечении продовольственной безопасности населения. Так в этом году в сельхозартеле Кубань засеяли около 400 гектаров этой зерновой культуры. Уже в середине июля будет проводиться уборка зимой пшеницы в закрома. Семена у нас свои. Мы приобретаем первую репродукцию в основном краснодарской селекции. Семена российские. И потом уже ее распространяем на своих полях в течение четырех лет. Потом вновь обновляем. Любая культура, она капризная. К ней нужен очень такой серьезный подход научный. В этом году у нас новый агроном, молодой, достаточно амбициозный, трудолюбивый. Его зовут Умар Козба. Ну вот благодаря ему в этом году у нас очень хороший урожай, показатели хорошие по всем культурам. Также в хозяйстве было посеяно около 900 гектаров кукурузы и 200 подсолнечника. Можно увидеть, как аккуратны плодовиты поля сельхоза Артели Кубань. Это все благодаря трудолюбию коллектива и грамотной работе главного агронома Умара Козба. Ведь урожайность зависит не только от благоприятных погодных условий, но и от профессионализма аграриев. Обработка почвы сейчас, межградная культивация, опрыскивание подсолнечника. Готовимся к уборке. Все хорошо, все отлично. Работают все люди, не подводят никто. К сожалению, из-за прошедшего града был нанесен значительный ущерб. Где-то около 30 процентов, рассказала руководитель сельхоза Артели Кубань Марина Барлакова. Культура земледелия в этом году у нас хорошая. Конечно, это все благодаря нашему главному агроному, его команде надежной, которые выходят на обработку и в ночную смену. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы выразить им свою благодарность. Все-таки основная нагрузка у нас ложится на нашу тракторную бригаду. Со следующей недели начнется уборка ранних зерновых культур. И мы надеемся, что погода нас не подведет, отмечают аграрии. Аль Ханепшоков, Зумрат Гербекова, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Главнее всего погода в доме, а все, что кроме, можно вспоминать и радоваться всю жизнь. Семья Шоровых отметила 63-летие совместной жизни. Как пронести через года доверие, любовь и преданность? Теплоту семейного очага ощутила и узнала секреты создания крепкой семьи Майя Хамдохова. В семье Шоровых радостное событие. 63 года вместе рука об руку. Супружеская пара Юрий Абдулахович и Лиля Айсовна принимают поздравления от самых дорогих и близких им людей. В рамках празднования Дня Семьи, Любви и Верности к пожеланиям присоединились почетные гости. Представители администрации Хабетского района, сельского поселения, управления ЗАГС Карачаева, Черкесии, представители общественного движения Адыга Хаса. В районе вы известная семья, вас знают, уважают, почитают за весь тот путь жизненный, который вы проделали. Я хочу вас поздравить, пожелать мирного неба, здоровья, счастья, процветания, чтобы вы увидели счастье ваших пра-пра-внуков. Я вас поздравляю. Юрий Абдулахович и Лиля Айсовна уверены, что несмотря на тяжелые времена, им удалось пронести через года преданность и верность друг другу. Они достойно воспитали и вырастили четверых детей. Сегодня их окружают 9 внуков и 19 правнуков. Слова благодарности и трогательные поздравления в этот день в адрес горячо любимых дедушки и бабушки прозвучали от внучек из далекого Урала. Мы, ваши внуки и внучки, горды тем, что перед нами есть пример такой благородной и уважаемой пары. Мы вам желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья. Мы вас очень любим и каждый раз ждем с нетерпением встречи с вами. От имени главы республики Рашида Тимрезова и главы администрации Хабецкого района семье Шоровых вручили удостоверение со знаком отличия образцовая семья Карачаева-Черкесской республики. Из рассказов Юрия Шорова на пороге их детства стояла Великая Отечественная война. Они дети, повзрослевшие очень рано. И несмотря на тяжелое детство, мы смогли преодолеть все преграды. И секрет нашей крепкой дружной семьи очень прост. «Любите и уважайте друг друга, несмотря ни на что», – обратился к молодым семьям глава семьи. Я им желаю всего хорошего, чтобы на небе был мир и счастье. И если не секрет, как вы познакомились? Ну, здесь такого секрета у нас ничего. По соседству жили, познакомились и поженились. Благодаря нашей матери. Ну, у меня отец не была мать. Говорит, вот соседка хорошая, запери замуж. И я забрал ее. Древняя мудрость гласит, что мужчина в своей жизни должен сделать три вещи – построить дом, посадить дерево и вырастить сына. И в День семьи, любви и верности образцовая семья Шоровых подтвердила свой статус крепкой дружной семьи не только грамотами, но и большим жизненным опытом. В Черкесске в рамках Всероссийской недели правовой помощи состоялась бесплатная юридическая консультация граждан республики по вопросам защиты интересов семьи. Мероприятие приурочено году семьи. Консультации проводят студенты СКГ под чутким руководством практикующих адвокатов. В ходе приема разобрали ряд вопросов. Организаторами мероприятия было обращено внимание на то, что важно обращать внимание, какие документы подписывает человек. А если есть необходимость в получении консультации юристов, важно не откладывать и узнать ответы своевременно, чтобы потом не было проблем. Было достаточно много интересных вопросов, которые касались правовых ситуаций. Это в том числе и расторжение брака, и алиментные обязательства, как они исполняются на разных этапах и стадиях. И в том числе, несомненно, вытекающий из этих вопросов раздел совместно нажитого имущества. В первую очередь, прежде чем принимать какое-то важное решение для себя, необходимо обратиться, если не за платной консультацией, то в таких вот, в рамках таких вот бесплатных дней оказания помощи, которых много в нашем регионе, необходимо обратиться за консультацией бесплатной, получить уже алгоритм действий и, исходя из этого, уже решать все свои насущные вопросы. Парк «Зеленый остров» – любимое место отдыха в Карачаевске. По просьбам жителей города планируется расширение и улучшение данного объекта. Скоро у людей будет больше новых развлечений, а также больше рабочих мест. Подробности в материале Амины Артабаевой. Парк «Зеленый остров» является одним из самых красивых и посещаемых мест в Карачаевске. Здесь любят проводить свое время как взрослые, так и дети. Преображение «Зеленого острова» стало возможным благодаря победе проекта во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в категории «Малые города» с населением от 20 до 50 тысяч человек. На «Зеленом острове» расположена асфальтированная парковочная территория, рассчитанная на 50 мест и более. Креативный центр, построенный для проведения различного рода массовых мероприятий. Детские, развлекательные и спортивные площадки, мастерские и многое другое. По поручению мера, вот сейчас построен, вот справа с стороны находится пешеходный переход. Это улица Пушкина, это микрорайон Алмалатала называется. Он буквально построен, издан в эксплуатацию в этом году. Это соединяет улицу Пушкина с парковой зоной. Ну, соответственно, отсюда легче добраться до города. В дальнейшем планируются прогулочные места по набережной. Вот, как видите, дамба здесь находится по имени реки Тиберда. На этой дамбе тоже будет благоустроено. Будут устанавливаться скамейки, зеленая зона. Будет обустроена плиткой. Ну и цветы, конечно, зеленая зона со цветами, с деревьями. Парк является любимым местом приятного времяпровождения. Не только у гаража, но и у приезжих. Очень много туристов посещает зеленый остров. К примеру, по дороге в Дамбай экскурсионные автобусы останавливаются здесь. Гости любуются здешними красотами и отдыхают с дороги. В целом все очень нравится. Шикарные виды, шикарный воздух. Прекрасно сделано благоустройство. Очень приятно видеть современные решения. Только положительные эмоции. А еще благодаря реализации данного проекта появились дополнительные рабочие места. Желающие могут устраиваться на работу, а самое главное – получать опыт и учиться чему-то новому. Совсем скоро здесь появятся детские машины и батуты, которые так любят дети. Также завершается строительство кафе, которое откроется совсем скоро. Амина Артабаева, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Живой поэт огромной силы. Слова адресованы творчеству народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. Мероприятие состоялось в рамках его 155-летия. Провели и организовали встречу в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Гостям рассказали о жизни и творчестве Сулеймана Стальского. Подробности у Альбины Ламковой. Еще ни листьев, ни плодов на ветках яблони моей. А ты уж петь с нее готов, не терпели вы, соловей. Соловей – одно из самых популярных стихотворений народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. Его творчество считается главным литературным отражением народной жизни кавказских народов на рубеже 19-20 веков. Является основоположником поэзии на лезгинском языке. Показывает, как доброта души и искренность помогают даже самому скромному человеку обрести признание, коснуться своим творчеством сердец самых разных людей. Но свою поэтическую деятельность Сулейман Стальский начал со стихов на азербайджанском языке. Надо сказать, что творческий вечер поэта прошел в сотрудничестве с представительством правительства Республики Дагестан. Приняли участие в мероприятии представители творческой интеллигенции республики. Сулейман Стальский использует в своем стихосложении необычную подачу. Говорят те, кто знакомится с его творчеством. Очень интересное стихосложение. Я не знаю, с чем это связано. То ли это с переводчиками связано, то ли с тем, что он так писал. Но мы подобрали, конечно, стихи, но было бы просто интересно, что вот у него каждый раз упоминают Сулейман Стальский. Или вот вы уже говорили, что у него вот строчки повторяются интересно. Работники библиотеки предоставили всем уникальную возможность послушать аудиозапись выступления Сулеймана Стальского на первом всесоюзном съезде писателей. Он состоялся в 1934 году. На творческий вечер народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского была приглашена и молодёжь. Интересно было слушать его родной язык. Лизгинский. Декларировала его Ильина Вагидова. Стихотворение, серьёзный его смысл, заложен уже в названии. Без дела не разговаривай. Сулейман Стальский был поэтом от Бога. Горячо любил родной Дагестан, страстно откликался на все события, происходящие на его родине. Поэзия Стальского современная и звучит актуальной в наши дни. Его мудрые жизненные прозорливые стихи будут звучать к месту и в наше время. Изначально по российскому паспорту Сулейман Стальский носил фамилию Гасанбеков. Но во всех своих произведениях вместо официальной фамилии использовал название своего лизгинского рода Сихила Стал. Творческий вечер народного поэта Дагестана прошёл на одном дыхании, подарив участникам восторженное настроение и вдохновение. На встрече была возможность не только познакомиться с творчеством Сулеймана Стальского, но и проникнуться в культуру Дагестана. Альбина Ламкова, Лев Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия. Свою работу в Карачаево-Черкесии завершила социальная кампания «Продвижение безопасности». Федеральный проект в каждом регионе фокусируется на главных факторах аварийности. У нас основные мероприятия были направлены на снижение количества ДТП, связанных именно с нарушением скоростного режима. Ахмат Халкечев продолжит. Акция нацелена на то, чтобы водители выработали привычку ориентироваться не только по дорожным знакам, но и по сложившимся на данный момент обстановкой на дороге. Для оптимального скоростного режима, подходящего к текущим условиям, крайне важно учитывать такие моменты, как погодные условия, время суток и видимость. На конкретном участке трассы отмечают полицейские. Когда у нас нарушается скоростный режим, как правило, последствия бывают тяжкие, и посему, конечно же, проблему эту нужно решать, и, естественно, это как один из методов решения данной проблемы. Принять участие в увлекательно-тематической викторине волонтёры предлагали практически всем водителям. Для обеспечения максимальной рандомности категории вопросов автолюбителям предлагают запустить импровизированное колесо «Фортуны». Ну, вопросы были несложные, как бы всё по правилам, поэтому для меня сложности не возникло. Я всё как бы знала по поводу того, что спросили мне девушки. Желающих не только проверить, но и освежить свои знания оказалось немало. Ответившим на большинство вопросов правильно предусмотрены сувениры с символикой социальной компании. Водители тоже интересуются сами, иногда начинают спорить, и мне тоже бывает интересно объяснять им, рассказывать что-то. Тех, кто помнит всё – большинство. Ну, а тем, кто всё же подзабыл, полицейские и консультанты напоминали простые, но крайне важные правила, которые должны сберечь самое ценное – жизнь и здоровье людей. Ахмад Халкечев, Виктория Карпенко, Вести Крачаева, Черкесия. В боевых действиях во время Великой Отечественной войны принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних. За боевые заслуги их награждали орденами и медалями. Среди них были пионеры-герои, которые прямо со школьной скамьи бесстрашно шагнули в зарево войны, став настоящими героями в борьбе с оккупантами. Одним из них был Дима Юрченко – молодой партизан, который вписал своё имя в героическую историю страны. О молодом бойце и людях, трепетно чтущих память солдат, расскажет Фатима Даурова. Смотрите её специальный репортаж далее, а я с вами прощаюсь.